Всем привет! С вами, как обычно, Илья Медвецкий. Сегодня 5 августа 2018 года. День особенный, потому что ровно 5 лет назад я решил создать этот канал. Раньше я не думал даже, что буду когда-нибудь записывать видео. Это был эксперимент. Создав я канал примерно в 7 часов вечера, мне пришла такая идея создать канал. И вот после этого момента я начал через пару дней записывать видео. Первым видео было прохождение летачки в 2013 году. Конечно же, голос тогда у меня был немного другой. Что еще могу сказать? Это видео набрало больше 500 просмотров, кажется. И даже больше, даже очень много. Несколько тысяч просмотров и примерно 10 лайков. Тем не менее, это хорошие результаты, считаю. За эти 5 лет у меня было немало обзоров на различные программы, спецвыпуски и, ну, конечно же, игры. Также были интересные моменты из тачек. Кстати, такой рубрики не было ни у кого. Именно у меня были интересные моменты. Это нарезка различных интересных моментов, которые могли быть в игре тачки. Так что, кто не смотрел, заходите, смотрите. Кстати, ссылочка на первое видео будет, конечно же, в описании. Я обязательно, обязательно дам ссылочку на первое видео. Итак, стопочка журналов. Итак, итоги. Я начал собирать журналы тачки примерно с 2011 года. То есть, 7 лет уже, да? Я собирал до определенного момента. Вот в ближайшие месяц, 2 месяца, несколько месяцев я уже почему-то, ну, решил, что мне не очень хочется уже тратить, тем более, большие деньги. Но все равно, это, представляете, 7 лет я не пропускал ни одного выпуска. Начиная с 2011 года, с апреля месяца. Когда журнал стоил примерно 12 чем-то гривен. Ну, а однако сейчас журнал стоит примерно 35 чем-то гривен. И то даже может и больше, смотря где вы покупаете. Если вы, конечно, живете в Украине. Ну, а если что, вы можете сравнить эту цену и узнать, сколько это в вашей валюте. Если вы живете в другой, в какой-то стране. Ну, ничего. Это не самое главное. На данный момент у меня тут есть целая стопка журналов. Она состоит из 30 журналов. Из 30 журналов. Однако, это еще не все журналы. Какая-то часть, половина примерно, или большая часть этих журналов, я ее не могу найти, однако, все равно. Это не самое главное. Я их уже, наверное, всего 60 или даже больше засобирал. А теперь переходим к обзору спецвыпуска. Я же обещал, что будет что-то интересное. Итак, спецвыпуск тачки номер 77. Он был выпущен несколько месяцев назад. В комплекте идет коллекционная машинка. Кэл Уэзерс. Это персонаж из мультфильма Тачки 3. Красивая коробка оформлена. Так. И мы переходим к самому выпуску. Я уже открыл специально журнал, так что уже время сократится. Время обзора сократится. Итак. Готовы к гонкам. Обложка с Моуни Макуином Круз Рамирос. И написано. Встречай героев из Тачек 3. Первая страница. Тут мы видим рекламу книжного клуба Диснея. Которым нам предлагают заказать книги. И получать в подарок различные модели персонажей. И как поступить в клуб Диснея. Есть анкета. Кому интересно, смотрите. Однако это будет стоить денег. И к тому же, скорее всего, это будет какая-нибудь подписка. И каждый месяц вы будете платить по 89 гривен. Или я не знаю поскольку. И будете получать какие-то интересные истории, наверное. Итак. Первая страница. Тут нам надо раскрасить. Во-первых, раскрасить. Раскрасить. Персонажа Выхлоп. Называя его имя Выхлоп. Из Тачек 3. Надо будет раскрасить его. И соединить по точкам. Так. Можно, кстати, тут нужно написать. Кому принадлежит этот журнал. Своими написать. Фамилии, например. Если, конечно, хотите. Так. Дальше у нас задание. Вперед. К победе. Так. Надо пройти задание. Считать количество шагов. Так. Дальше у нас. О! Вот наконец-то в этом спецвыпуске есть комикс. Как вы знаете, в 76-м спецвыпуске номер 76, там почему-то не было ни одного комикса. Что было очень удивительно. Итак, турне фан-клуба Молнии Маккуина. Итак. Молнии Маккуину необходимо спрятаться от фанатов. Но, но, однако, масштабы, у него столько фанатов, что все-таки ему приходится скрываться. Он просит помощи у других друзей. Ему Салли предлагает, предлагает помощь. Она его спасает. Говорит, чтобы он спрятался. А она займет фанатами. Салли проводит, встречает фанатов и проводит экскурсию. Она проводит, она показывает интересные места Молнии Маккуина. Также она делает, показывает кафе Фло. Но, в конце концов, все-таки Молнии Маккуина замечают. И один из фанатов просит автограф у Молнии Маккуина. Ему приходится давать автограф. А вот теперь. Тут есть постер. С Молнией Маккуином из тачек 3. Итак. Огромный красивый постер. И далее продолжение комикса. Далее они хотят заехать в музей Кинга. Но Салли говорит, что он закрытый. А фанат говорит, какой-то фанат говорит, ну, скорее всего, Молнии Маккуина, потому что это Молния. У него сверху. Ничего страшного. Мы приедем в следующую неделю. А Салли говорит, что, разве турне клубу Молнии Маккуина не проходит один раз на год? А фанаты говорят, да, но на следующей неделе будет ежегодное турне фан-клуба Кинга. И Салли, уставшая, удивляется. Вот и комикс заканчивается. Дальше. Наполеговые тренувания. То есть, как бы это сказать? Тренировки. Настойчивые тренировки. Задания. И всё. Ещё тут вабиринт. Ещё одно задание. Страница пятнадцатая. И всё. И тут до встречи. Вот. Спецвыпуск семьдесят семь. Тут можно почитать. Тут ещё есть картонка, игра. Дружественные... Дружественные гонки. Игра для двоих друзей. Можете поиграть для двоих... Для двоих игроков, походу. Ну всё. Это был обзор журнала. Спасибо за просмотр. Может, что-то ещё интересное запишу. С вами был Илья Анветский. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Хорошо проводите... Лето. И готовьтесь... Готовьтесь увидеть новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok